Лейлю нишмат Мишаэль бен Битти Руах Ашем Тинахену Баганеден Мы сейчас продолжаем в книге Называется Раба Викдел Миллер Лаакир Маадот Зулат Познать Познать своего своих близких Какие хорошие черты у человека может быть Это первая вещь, он говорит, что познать человека, хорошие черты Какие хорошие черты должны быть у человека Внизу 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 Окей Он говорит, что человек, который скромный Скромность человека Она очень хорошая для человека Как может человек Сам себе Как человек может быть, во-первых, скромным Как он может эту скромность себе достичь Как человек знает, что такое скромность Если человек скромный Он может многие-многие черты Себе включить, хорошие с этим скромности Мы вели идея, которое мы осемь Которые Он очень близко встают Он очень близко встает Он был пророк Он был пророк Написано в пророке Каждый человек, который скромный Как написано в Талмуде И в Масе Хитсота Пятая страница Что он с ним постоянно будет с человеком Сколько мудрецы возвышают человека То, что человек скромный Человек, который скромный Это корона для его головы Человек говорит, может быть очень умный Но в таком же месте он может быть глупый Почему он глупый? Потому что он не скромный И мы скажем, как человек может сам себе скромность купить И как это сам себе Внутри отработать эту скромность Катиф, Экеф, Анава, Иерат, Ашем Написано в Мишле Хавбет Царь Соломон такую вещь нам учит В Мишле 22 Что скромность Это человека пятка Как человек пятка Пятка, говорится, как человек на этой земле ходит Наступает Земля никогда не говорит, что ты на меня наступляет Но земля, она берет, не дай бог, всех людей в мир И все люди После 120 лет в землю уходит Она никогда не говорит Почему ты со мной так опросился Почему ты на меня наступаешь Почему ты на меня кричишь Земля это не говорит Скромность человека Очень трудно его достичь до человечества Очень трудно Почти что невозможно И вот чтобы скромность Себе человека достичь На самом деле На правде Почти что невозможно Человеку это сделать У человека есть Многие и многие стадии Как человек должен быть скромным Первая вещь Он знать должен Кто такой Ашем Кто такой Бог Как человек может Доступить Как мы сейчас находимся В какой ситуации Мы все сейчас находимся Закрыты дома Правильно? Как может человек Как может Такая дождь в руху Все спрашивают вопрос Как может Бог такую систему Такую вещь создать Что мы должны быть все дома Когда бы Кто-нибудь из нас Подумал Что Самая такая вещь Которая называется Маски Месяц тому назад Бумага какая-то Не было почти Что в больницах Самая производственная страна Самая сильная страна Что такое маска? Маска нету Чтоб даже людям дать До чего мы дошли Что такая бумага Мы надеялись На все хорошее Что такая бумага Которая нас должна Протек делать Которая нас должна От всей болезни Которая Не дай Бог Человек к ним придет Он должен Эти болезни не принять Он говорит Представь себе Около короля Или около президента Сейчас человек пройдется И будет сам себя Восхвалять Он говорит Что ты можешь Восхвалять Что ты можешь Королю дать То что Или президента То что у него есть В этом мире Он говорит Что понять Бога Все говорят Пойми Бога Бог есть Ашем он единственный Он говорит Что понять Бога И понять правду Многие люди Это убегают В основном Человечество 74% Почти Человечество От этого Убегает 26% То что может Сделать То что Познать Бога Только 26% Со всего То что 9 миллиардов Людей В этом мире Есть 14 Почти Миллионов Как бы Биологически Говорят Что только 14 миллионов Евреев 26% Только Познают Бога Из этих 100% Как человек Может Сам себе Достичь Анова Анова Это скромность Он должен Первый Познать Свои Недостатки Недостатки Человека Познает Его Как человеку Можно сказать Недостатки Его Как человеку Можно Преподнести Его Недостатки Как узнает Человек Какая его Недостатка В этом мире Мы знаем Все полноценные Мы знаем Баруха Мы самые умные Он должен То что Тора Ему Говорит Он должен Сделать Его Ни направо Ни налево И все Вопрос Спрашивают Вот люди Которые Делают Почему Синагоги Закрыты Почему Бета Мидраж Где Люди Учатся Но Приехали В такую Систему Которую Ашем Уже Говорит Не хочу Я Никакие Твои Синагоги Не хочу Никакие Детей Чтоб Ходили Талмуд Тора Из-за Чего Из-за Наше Поведение Где Мы Были Религиозные Где Мы Были Нерелигиозные Наше Поведение Принесли Сегодня К чему Вот Этим Проблем Которые Мы Сегодня Находимся Боизра Ташем Я Один Шиур Приготовлю И Этот Шиур Будет Это Вы Узнаете Поузнаете Откуда Все Это Идет То Что Сейчас У нас Происходит В этом Мире Я Дам Чуть Здесь Вещ Такую Написано Лешем Шебова Ахломо Что Ашем Создавал 974 Поколения И Эти 974 Поколения Он Его Строил И Разрушал 974 Поколения И Кто Эти Поколения Это Поколения Которые Мы Сейчас Находимся В этом Мире Эти Все Которые Власт Люди Находятся Которые Хотят Контролировать Этот Мир Боизра Ташем Я Приготовлю Один Шиур Что Познать Что Почему Происходит В Он Знает Человек Должен Знать Чего Его Плюсы И Чего Его Минусы Когда Человеку Говоришь Его Минусы Никто Не Хочет Слушать Когда Говоришь Его Плюсы Все Хотят Это Слушать И Все Хотят С Между Всем Человечеством То Что Находится Сейчас 8 С Половиной Миллиарда Людей 9 Миллиардов Людей Мошер Рабену Называется Самый Скромный Человек Мошер Рабену Знал Что Он Скромный Не Только Он Знал Скромный Он Знал Его Свою Ценность Мы Должны Знать Человечество Мы Должны Знать Себе Ценность Ça Мошер Рабену も Пророк И Как Мошер Рабену Пророков Никогда В жизни Не Будет До После Мошер Рабену Никогда Как Мошер Рабену Пророков Не Будет Все равно Он Не Чувствовал Что Он Самый Скромный Человек Второй На Него Написано Что Мошер Рабен О Самый Скромный Человек Ли Тханек Бакарат маалад золото. Как человек должен познать свое свое лаакарад маалад золото. Как он должен другого человека почувствовать? Как мы должны других чувствовать? Как мы должны за других беспокоиться? Прежде чем мы за себя беспокоимся, как в Торе написано, первое, ты должен за себя беспокоиться. Мы за себя беспокоимся. Как мы за других должны беспокоиться? Вот есть хелика и кори. Главная вещь. Он говорит, что человек должен познать другие характеристики, что у человека есть плюсы, эти должен он плюсы познать. Если он эти плюсы не познает, он никогда не узнает, что такое человеческое, и никогда сам себя не познает человечество. Он должен познать других плюсов, потому что когда мы говорим про других минусов, мы всегда можем столько книгу написать целую. Но когда про себя говорим плюсы, мы тоже можем целую книгу написать. Мудрецы сказали, знают, что человек должен свои минусы Свои минусы, когда он узнает, он узнает свои плюсы других людей В Ахове Даливавод, китов, шейла, один из хахмин Кама хейот, адон, кно, лукол бно дуреха Бни, шейло пагатий, ехат михем, шейло ехат, шейло, рейтим, маалад, ядер, алей Говорит, человек должен за своим языком очень быть осторожным быть Лашон, человек язык, в нем есть смерть и в нем есть жизнь Смерть, когда он с другими человеком спорит или показывает недостатки Он может этого человека, дамидж, дамидж может повредить на всю жизнь Весь день человечества, есть такие люди, только я, 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 я От того, что мы даякали сегодня, мы находимся, это как будто бы называется, не дай бог, третья мировая война Не надо никакие пистолеты, не надо никакие танки, не надо никакая атомная бомба 192 стран закрыты Почему? Потому что мы всегда говорили, у нас все есть, мы все знаем Он должен понять, где его недостатки Когда он понимает, где его недостатки, он понимает, что он что должен в этом мире исправить Он должен познать и каждый день со собой разговаривать И сказать, где мои недостатки, над своими недостатками работают Если человек не знает свои достатки, он всегда от правды убегает Вот я всегда, когда людям, мы стараемся в Торе то, что написано правда Мы говорим, нет, это неправда Вот мы нашли сегодня, сегодня мы разговариваем все через Zoom, через YouTube, через компьютер Кто знал, сегодня в мире 192 стран будут закрыты Если бы я вам сказал, весь мир должен Шаббат держать Месяц тому назад ты бы сказал, it's impossible, это невозможно Сегодня то, что мы видим в мире, все возможно то, что Тора говорит Все возможно И человек сейчас с фактами не может спорить Это факты Человек, Мишле, Царь Соломон говорит Человек свои недостатки, он ищет Он говорит, этот человек считается самым большой человек в этом мире Почему, который человек не ищет свои достатки, он всегда бежит за иметь, за правду Он говорит, невозможно человеку быть скромным, пока не узнает других людей, их плюсы Мы должны узнать их и на плюсы других людей Мы должны сами себя воспитать, воспитать каждый день. Воспитание это идет не то, что нас воспитали с детства, это хорошо нас воспитали. Но каждый день должен воспитать, как узнать других людей плюсы. Человек должен время потратить и тратить на эти вещи. Человек хочет по лестнице подняться, он должен каждый день над собой работать. Как работать? Познать правду. А правда в нашем мире? Целый день что послать? Целый день послать на WhatsApp, на YouTube, целый день что-то послать. Целый день какая-то информация. И человек в чем заходит? Не дай Бог заходит в такую вещь, в тупик, в которую он не знает, что такое правда и что такое ложь. Не знает человечество. Но он говорит, что это очень дорогая вещь. В том, что им заходить и дать ойн това. Человек должен на других людей смотреть с хорошим глазом. Посмотреть на человека, его плюсы, а не минусы. То, что все в этом мире сделано, то, что сделает Бог в этом мире, все хорошо сделал. Как хорошо? Мы уже почти месяц дома сидим. Дети дома. Жена дома. Все дома. Постоянно дома. Целый день дома. Не дай Бог, старики, нельзя им выходить. Все дома сидят. А чего это произошло? Из-за нашей поступки. Наши поступки, я вам сейчас один секрет скажу. Наши мудрецы говорят по Каббале, наши поступки, которые мы находимся сегодня, из-за наших поступок. За что? За то, что мы согрешили в этом мире. И мудрецы говорят, что этот мир, Ашем хочет, чтобы мир продолжался. Не дай Бог, чтобы он не хочет, чтобы этот мир разрушался. Он не хочет. Идем, чтобы он не хочет. Идем, чтобы он не хочет. Если ты других видишь с хорошим глазом, и других видишь, что они с плюсом живут, так же у человека будет у него симха, радость. Радость человечества, его невозможно купить, пока он от собой не будет работать. Мнухат нефиш, и спокойствие в душе. Как может человек купить радость себе, или познать радость, и мнуха, и спокойствие в своей душе? Гамби юр бахи ховата левав от, рабену бахи ей такой гайшизе, я во, от ламик, хекер багатлут Ашем. Отсюда мы поняли, что такое Ашем, что такое большой. Большая вещь, что Ашем в этом мире делает, маленькая вещь, биологическая вещь, то, что вирус находится в этом мире, Ашем сказал, маленькую такую вещь я сделаю в этом мире, что никто не может с ним, как будто бы, драться. И мне было, дай, заиндевер, давар калкульках. Человек, чтобы познать мнуха, спокойствие в своей душе и радость, это человеку берет время. Это нелегко. Радость и спокойствие в своей душе. Мы все здесь, я? Да, да, да. Ки царэ ки цэдэ дэд гавэр аль гава. Человека есть гава. Что такое гава? Гава это он хвалится, восхваляется. Во отслут. Две вещи у человека проблемы в мире. Гава, он берет, сам себя хвалит. Во отслут. Отслут это будет лэйзи. Лэйзи он очень ленивый. Ленивость человека это приносит к жизни, что он не хочет, не дай Бог, жить. Он говорит, человек, чтобы познать о новой скромности, он должен первую вещь убрать от себя, что он не должен быть лэйзи. Лэйзи он не может сам себя воспитать. Он говорит, человечество, он из много-много хороших вещей, хороших компонентов в этом мире сделано. Коль хад, у каждого человека есть хорошее и плохое. Что человек должен знать. В Америке говорится, everybody have a dirty laundry. У всех есть грязные вещи. Но мы должны знать, что такие плюсы у человечества. А в филу есть арбе хисронот. У человека есть много-много негативного. Есть логам арбе малот. У него очень тоже будет большое позитивное. Он говорит, чтобы человечество, чтобы познать другого человека, который у него есть позитивные вещи, это очень для человека трудно понять. Человечество, он не хочет понять, что у другого человека есть что-то хорошее, его характеристика. Человек не может это понять. Очень трудно человечеству понять, что другой человек это хороший человек. Очень трудно. И он говорит, каждый день он должен над этим работать. Чтобы познать хорошее в этом мире другого человека, это должен он каждый день над этим работать. Абал, им авода, яхол имцова малот векол ехат. Малот зау, отдад хисронот, шееслу изулат. Царих лаософ, шеэнзэногеэлло клал. Ма леосэг баэм. Рак шеу тавкит шел механех, царих лаэкэв гам хисронот шел талмидав. Он говорит, также он должен других своих студентов воспитать. Как воспитать человек, может, своих студентов или своих близких. Кедэ леет каэм лея шрам, шо человек должен быть прямой. Как написано в Тээллими, 84. Эмэд мэээрц тецмах. Правда буит. Ивсе будуток гаварит про правду. Правда, она всегда, он не он ноге и есть. И всегда она буит в период, я циета правда. Амал, абал, абал, аводад, яхол имцова малот векол ехат. Уладзэд эдот хисронот. Шеэн рээк, мишу тавкит шел механех, Царик лякеб лган сиронот Литкаем лишарам, אבל милвад Энзе ноге оклад Кама маалот тавод Есть арбе мине маалот ламцова Бахерин, он говорит, у чуавека Есть многие-многие плюсы В этом мире И как мы можем эти плюсы найти у тех Людей, которыми должны над этими плюсами Работать Харе есть маалот премиут, они маалот имитит Чуавека внутренис Чуавека внутренис Это человек внутренний, он говорит Есть маалот имитит Есть внутренняя, который с ним разговаривает Это самая Правда Правда, которая Внутри его правды есть у человека Есть маалот, есть хицу today Есть внутренняя правда И наружная правда Внутренняя правда Это которая сам человек должен Над собой работать Наружная правда, он может нам только показать снаружи, что у него проходит. Как написано в Мишле, царь Соломон говорит такую вещь. Кема им хапаним лепаним, кена лев адам ле адам. Человек, если пришел около речки, он смеется, так же речка ему назад смеется. Так же говорится про человечество. То, что ты думаешь про одного человека, что у него неплохое против тебя, так же говорится внутри, у человека это находится. Их можно использовать для них в практике, когда можно слушать в области, лиман киньян анава. Хине есть маалот, как у мидад на аалот, витконен отцелут. Есть рацион, рационот гадлут, как у зихрона, а у бале муахарив. И у человека иногда у него от чего появляется гордость. Гордость появляется потому, что он слишком умный, или он все знает. Что маалот имитит. На самом деле, он много знает информации, чем другие люди. Он много читает. Он много может контролировать над своими характеристиками, которые находятся в этом мире. Лахен, лефамим, есть маалот, шелихус, кгон, шавиев, зокно, гдолим, он их бадим меем. Есть авторитетные люди, которые другие люди их чего уважают. И он говорит, смотрите, какая моя семья авторитетная. Он с этим хвалится. Такой был большой раба, его звали Саба Миславодка. Саба Миславодка был такой раба, он говорит, моя семья, она очень авторитетная. Что такое авторитет для нас, для фтори, для нашего еврейского народа? Что такое авторитет? Авторитет это не иметь 8 заводов. Авторитет не иметь 30 банков. Авторитет не иметь 800 домов. Авторитет иметь, как прийти Ашему, соединяться с правдой. И правда не каждый человек может выдержать. Почему? Потому что мы всегда хотим бежать за обманом. Наши праотцы, Авраам Митцхак Яков, всегда драли за правду. Мы их не надеемся. Симам боним леавод. За то, что мы их не надеемся. Наши все черты, которые есть, у нас внутренние многие бриллианты есть, которые мы можем снутри их вырабатывать. Хорошие черты. Мы должны работать над этим, михорошими чертами. Гам Коэн Леви, хумала. Коэн. Он не будет намного кидоша, свят из боши, чем у Леви. Леви, мэнши чем у Коэна. У Исраээла, мэнши чем у Леви. Он говорит, если мы понимаем откуда мы идем. Нашим хашвим Сколько мы импортны Сколько мы важны для Ашема Важны Может быть и другое, не дай Бог быть Может была бы и война Варух Ашем Хотя бы мы дома находимся Многие из нас Мы очень находимся дома Мы не знаем, что будет происходить Из-за этого Ашем говорит Ты должен сидеть дома Подумать то, что ты сделал со своими действиями Хашибам Мехамад זה Шеем мирухасим Биот зерע авод Вон есть для каждого и одного Целем милоким Каждый из нас Он создался в имиджи Ашема Зея филу Багой шею хавива адам Шенебра бацелем Как написано даже Гой Дажетот которые не еврей Он создался в имиджи Ашема В имиджи Бога Он говорит Человек еврей Как еврейская нация Она намного больше Чем другие народы А ты скажешь Здесь антисимизм происходит Почему ты разделяешь между другими народами У Гойев У Гойев есть только 7 митвот У евреев есть 613 митвот Как у Коэна есть больше митвот Чем у Исраэла У Леви есть больше митвот Чем у Исраэла В Исраэле есть больше митвот Чем у всех Гойев Все нации Которые находятся в этом мире У человека есть внутренне И наружный его облик Как он себя ведет в этом мире Наружность Он говорит Дайте по нему Чего такое Снаружность Снаружность Он показывает Какой он Анаф Какой он скромный Снаружности Он показывает Какая у него Приятная Мишпаха Какая приятная У него семья Снаружности Ведавар Зелимати Мехад Меработай Шеемур Кан Леидах Гиса Шеадам Царих Лиштаммэлс Бхол Митцдаке Кедеш Ло Итгай Яхни Ацмо Человек Каждый день Должен Работать Над собой Даже Мегабарим Какая у нас Авторитетная Семья Какие мы Авторитетные Человеку Приносит Это Гаава Что такое Гаава Гаава Это Нескромность Вообще У человека Рак Бахра Ад Хисронот Пнимим Афал Афилу Хисронит Хисоним Имрав Афил Шам Шейно Нае Шмэс Дава Шейно Нае Ешли Штамэ Шимол Лиасия Кнегеда Ее Раа Иногда Человек Показывается Перед другими людьми Какая у него Большая семья И какая у него Семья Лучше Чем другие Семья Которые Находятся В этом мире Но мы Как говорим Вы вышли Как с Египта Это Холомоэд Мы сейчас Находимся Ашем Говорит Такую вещь Запомните Все вы Еврейский Народ Кто вы Когда-то Были Рабами Чего ты Сидишь Сам себя Хвалишь Когда-то Ты был Рабами Я тебя Вытащил Из Египта Тебе Никакой Президент Никакой Король Никакой Ангел Как мы В Агаде Говорим Ашем Сам Говорит Я тебя Вытащил Чего С Египта Кто Ты Был Раб Кому Ты Сейчас Раб Ты Мне Сейчас Будешь Рабом Рабом Продолжение следует... 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 так же Hashem говорит не думай что кто-то богат он тебе больше поможет или кто-то бедный он меньше поможет каждого человека думай он создастся в имиджи Hashem в имиджи Акадошу сейчас мы должны познать кто наши родственники какие плюсы есть у наших родственников он должен первое вещь человек познать что его родители они самые большие люди в этом мире как этот мир большой так же это родители его большие хайну шахшов шэм кхад бадра бээзэ инян мы должны познать своих родителей их плюсы что наши родители они большие как эта земля познать плюсы своих женщин сейчас я слышу шиуры везде говорят про шаломбай что такое шаломбай уже люди люди уже не дай бог от друг друга устали как они с друг друга должны обращаться все устало все надоело целый день закрытые не можем никуда пойти все должны прекошить быть осторожно в чайне уже от того что они друг друга не знали уже столько они на друг друга подали деворс на разводы что страна уже переходит не дай бог в чего в разводы Бару Хашем у нас есть хохамим нам дали дорогу дорога это тола и в Торе есть много много дорог не обязательно мы должны говорить про шаббат про кашрут про неда мы должны это говорить насекомых нельзя кушать когда у нас есть внутри овощи мы должны про эти много много есть в Торе дороги которые человек может познать и хорошо в этом мире жить и познать радость радость внутренняя и нефеш и свою радость которая находится внутри его души говорит вторая вещь познать свою жену и познать ее плюс плюсы он говорит мы должны понять свою жену ее понять какая у нее черта которая правда дочут понять правду которая у нее есть какая у нее есть что у нее можно познать про свою жену которая у нее плюсы есть она знает хорошо варить она знает хорошо бек это печ мы должны познать это ее хорошие черты это очень хорошая черта у нее он говорит если муж знает как варить и знает как печь это очень большая вещь для нее и для него Он говорит, если она знает, как печь, и она знает, как варить, и муж знает, как печь и варить, он говорит, это очень большой плюс у человечества, то, что Ашем подарил это человеку. Он говорит, я тебе дал примеры, маленькие примеры, как себя надо воспитать. Но вреда есть ли мы оцениваем, что мы все изучали, 45 минут, час, что мы должны в конце узнать, то, что мы изучали. Он говорит такую вещь, рабовик Дельмирил, он на английском здесь пишет, на еврейском пишет английские слова. Он говорит, минуту, полтора минуты в день подумай про других, их на черты, которые есть плюс. 24 часа есть у нас в день, 24 часа. Полтора минуты, говорит, продумай про других людей, которые у них хорошие черты есть, только полтора минуты в день. Он говорит, ты уже будешь тихо-тихо исправляться. Когда он подумает полтора минуты, что такое полтора минуты для человека, чтобы подумать про человека, который хорошие черты у него есть. Полтора минуты, говорит, возьми это, сделай, ты тихо-тихо себя будешь воспитать и исправлять. Не надо 2-4 часа, не надо часами. Полтора минуты узнать, какие хорошие черты у наших людей есть, у близких и родственников и друзей. В цедок тишпот амитеха. Сейчас мы пошли в другую сторону. Another topic. В цедок тишпот амитеха. Каждого еврея мы должны правильно судить. Кату ваикра, в цедок тишпот амитеха. Второй написано в третьей книге, ваикра. Дзевятнадцатый перек, пасук пятнадцатый. Бапшуттоху лесарадле даяни штаделек камаши и тен лотия дим, цедок митаха дедо. Мудрецы сказали, еврейский судья, он должен найти правду, когда двое человек приходят судиться, он должен найти правду и вытащить эту правду на этот мир. Амру хазал, наши мудрецы говорят. Масеха швуот, страница лами, тридцатая. Перу шугам азараку ла адам. Человек должен быть, Масеха швуот, написано, осторожно. На каждого человека, как мы его должны судить. Шу хаяв ле дунет хавилол ле кавсхут. Мы должны его судить на позитивный. Решон им биарну шу митсва дасэ гамур. Мудрецы говорят, это один из митсвот. Один из митсвот, который вихинух гамбашарет чува. Что мы должны каждого еврея судить по правде. Еш митсва за кола митсвот арбе пратим. Еш очень много деталей на этой митсвот, которую мы сказали. Бацедник тишпот этамитеха. Суди своего друга по правде. Ви есть ба зэ гам, в коль митсвот арбе пратим. Еш пукам михиюв аякарадин. Ви есть хиюв мишу мидат това. У человека есть хорошая мидат, карактеристика. Ли дугма, ма ши уйра елоким хаяв михаарадин леков зхут, леков зхут, афш дабар тов йотэр леков. Он говорит, человек который сто процентов делает то, что в Тори написано, он должен постоянно его судить в хорошую сторону. Но человек, он не делает все митсвот. Как ты должен его судить? Ты не знаешь, что это человек, который делает то, что все сто процентов или нет. Ты должен все равно на него поставить кавзхут. Кавзхут это benefit of doubt. Мы должны познать хорошую черту его. Мицца да мидат това, афа, давар на тень, יותר лекова, ешер кола паним басафек. Ми ше ину макир муату, рак давар сафек, яхрия кавзхут. Он говорит, человек, если человека не знает, пускай лучше его не судить. Скажет лучше пускай не знает. Чем сказать знать и не знаю, лучше сказать я не знаю. Ли рацо ле хаверо ес закай. Багамара. В тамуде написано Масехет Шаббат. Сто двадцать седьмая страница. Тану Раббанад. А дан ле хаверо ле кавзхун, дан ны на то ми нашамаем лисхут. Каждый человек, который человека правильно судит. А как человек правильно? Он же не судья. Как он может судить? Он говорит, каждый человек дан это хаверо ле кавзхут. Он человека судит правильно. Он правильные вещи про этого человека говорит. Он говорит, с небес так же его правильно судит этого человека. Адавар мати, дамаша, ех да ониян мидад, она кнегид мидад. Он говорит, меру за меру. И им хас ва шалом, ека сафек камеш мая. А е ма шану мати, ну дам это хаверо ле кавзхут, лихро, мишум, шеш маком шеласафек. Он говорит, если не дай бог человек не знает, как своего друга судить, он чубускай не судит. Кога он осе ма осе, ше им бару лану, им им нам каваннутоят или това или ра. Иногда он делает действия, которую мы не знаем, он для хорошей дела или для плохой. Ваену царих лехаперцет дадин, левавер сафек лезхуту. Мы должны всегда нахазить позитивные. Абвала кадош бараху, бухген махшавод в лев юдае, мацбеену пневмитену. Он говорит, Ашем знает, наше в нутриня, наше мозги. Как мы будем всех судить? Человечество, близких, семью, рабочих, всех, которые вокруг нас находятся. Мы учимся очень большую вещь отсюда. Мы должны внутри посмотреть наше митсва. Мы должны подумать. Он говорит, мы должны над собой работать, как искать внутри свою внутренность про другого человека. Почему мы находимся сегодня, где мы находимся, один из вещей? Первый карантин был в мире. Первый карантин был в мире, в еврейской истории. Я это уже говорил. Это Мирьяма Навия. Мирьяма Навия, это была Мошер Абену, сестра. Зоуар говорит, что Мошер Абену, ципора, вебатия, они были тройняшки, которые Йохевед родила. Так Зоуар говорит. Мудрецы говорят, карантин первый был. Кто это? Мирьяма Навия, сколько дней мы ждали Мирьяма, когда мы вышли из Египта? Она, когда разговаривала, сказала, что даже хотела хорошее сделать для Мошера Абену. Семь дней она была в карантине. Она Мошера Абену жизнь как будто бы спасла. Но она первая женщина, которая была в карантине. Сколько, думаете, еврейский народ ее ждал? Весь еврейский народ. Маленькие дети, семья, 18 миллионов почти 100 евреев, 600 тысяч молодых, ждали Мирьяма семь дней. За что? За то, что она сказала про Мошера Абену, почему он со своей женой не может быть. И она хорошее хотела сделать. И весь еврейский народ ее ждал в пустыне. Ни хлеба, ни обеда, ни воды. Семь дней весь народ остановит еврейский. И сейчас эта история повторяется. Почему? Потому что мы должны за своим языком следить. Хафецхайм говорит такую вещь. Что человек, если не изучает его книгу, Хафецхайм, это говорится, как надо за своим языком правильно разговаривать, правильно следить. Хафецхайм говорит, если три дня он мою книгу не изучает, он 100% будет говорить про других людей. И сколько может Ашем терпеть? Сколько можно терпеть? И сегодня в какой мы ситуации находимся, что мы не можем быть со своими близкими? Он говорит, каждый человек должен судить своего близкого по правильной дороге и правильно. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok